Новости на государственном телеканале Западной Армении. Здравствуйте! Короткий обзор новостей на сегодня. Очередная встреча Zoom избирательной кампании Национального собрания Западной Армении. Приглашение Национального собрания Республики Западной Армении. Уроженцы Западной Армении Сиан Эляс. Позиция отрицания турецкой власти в опроте погромов, осуществленных против армян. Героическая битва Вана. Дорога Тех-карнизор, ведущий из Армении в Арцах, будет готова в конце мая. Женщины Армении на добровольной основе смогут проходить поиск и службу. Музей Института генназида армян представляет читателю 8 изданных книг и 4 журнала. 20 апреля 2023 года состоялась седьмая встреча Zoom предвыборной кампании Национального собрания Республики Западной Армении на армянском языке. Тема встречи – предпосылки признания Республики Западной Армении. Основной докладчик президента Республики Западной Армении Арменак Абрамян представил предпосылки признания Западной Армении, начиная с гамитских погромов 1894 года, заранее подготовленных гамитскими полками, осуществляющими погромы армян с 1915 по 1920 год и продолжающиеся по сей день. Президент говорил о предпосылках создания государства Армении по ГОСАНУБАРА. Кандидаты в депутаты Кишишян Давтян Амир Заян обсудили волнующие их вопросы. В конце заседания депутаты представили предприборные кампании. Национальное собрание Республики Западной Армении 24 апреля приглашает нашествие, посвященное памяти жертв геноцида армян. К вечному огню будут возложены цветы. Сбор состоится в 11.30 на территории прилегающей к комплексу вокруг флага Республики Западной Армении, после чего начнется шествие. С уважением национальное собрание Республики Западной Армении. Сиан Элиас является 12 действующим председателем Высшего суда Новой Зеландии и является самым старшим членом судебной системы страны. Сырпуэ Элиас родилась в 1949 году в Лондоне. Отец Минас Элиас был потомков переживших геноцид против армян. Мать у Элсетси, отсюда армянское имя, балийская фамилия. Родители переехали в Новую Зеландию, когда с Ирпуэ было всего год. Элиас работала комиссаром по правовым вопросам округа Окленд с 1984 года по 1988 год. Занималась общественной деятельностью, приобрела репутацию борющейся с бюрократией. Известно различными процедурами, связанными с договором Вайтанги. В 1988 году Элиас стала одной из двух женщин, назначенной королевским адвокатом, одна из которых Луэл Ходарт. В 1990 году за заслуги перед страной получила государственную премию, памятную медаль Новой Зеландии. Элиас стала судью Верховного суда. В 1995 году руководила в апелляционном суде. В 1999 году Элиас стала первой женщиной, занявшей пост главы высшего суда Новой Зеландии. До этого должность занимали только мужчины. С этого момента Элиас была главным судьей Новой Зеландии. По приказу королевы Великобритании Елизаветы II Сырпуи трижды официально занимала пост генерал-гибернатора Новой Зеландии, когда должность была вакантной. Турецкая партия «Объединение и прогресс» свергнув Султана, пришла к власти. С первых же лет приходов к власти лидеры партии спроектировали и организовали метеором, тем самым пытаясь закрыть армянский вопрос. «Пользуясь военной ситуацией в мире, начали изгнание и истребление армян, в дальнейшем представляя это как сугубо военную необходимость. Программа была одна – изгнать и уничтожить армянский этнос, только потому, что они армяне. В дальнейшем турки предприняли фальсификацию истории, пытаясь представить ситуацию наоборот. Якобы армяне организовали резню турецкого народа. Были искажены документы об имуществе армян и армянские культурные памятники. Это был геноцид целого этноса и его культуры. Турецкое правительство построило свое отрицание на трех основных принципах. Перекинуть ответственность, то есть погромы были со стороны армян. Отрицание намерений, то есть отрицание предварительной подготовки, частичное признание депортации из некоторых местностей, представление этого как необходимость защитить народ. Фальсификация цифр, то есть сокращение представления численности армянского населения, имущества и культурных построений. Политика отрицания геноцида стала причиной кризиса национальной идентичности первого поколения после геноцида. Это было своеобразно продолжением геноцида. Перемечательно, что в последнее время мы видим иную реальность в ответ на политику отрицания, представители которого и третьего поколения как на родине, так и в других странах объединились и выразили инициативу противодействовать опровержению и отрицанию фактов. Увеличилось количество свидетельств иностранных представителей. Среди историков распространился новый интерес к изучению и пересмотру фактов геноцида. Героическая битва Ван. Вестерн Армения ТВ представляет бои самообороны в Западной Армении, в частности бои армянского населения города Ван и армянских сел против варварства турок. В начале Первой мировой войны турецкие власти организовали массовую резню армянского населения провинции Ван. Потерпевшие поражения на Кавказском фронте турецкие войска и присоединившиеся к ним курские банды и мусульманская толпа жестоко убивали армян, грабили имущество, разрушали армянские дома. В ряде провинций Вана, Шатах, Айодзор, Арчеш, Тимар, Алджаваз и прочих армяне организовали самообороны, введя упорные бои против врага. Самой продолжительной и эффективной была героическая битва Вана. Город был разделен на две части – Айгистан и Кахакамеч. В апреле 1915 года турецкие войска осадили Айгистан, прервав связь с городом. Армяне начали противостоять. Для руководства самообороны в Айгистане был создан орган армянской самообороны Васпуракана. Самообороны, заняв ряд важных позиций и укрепления противника, подожгли и подорвали их. Ежедневные озасточенные бои в непрерывные обострелы квартала не позволили противнику прорвать защиту армян. Юноши Вана доставляли оружие и боеприпасы, при этом храбро стражались. Героическая самооборона Вана 7 апреля по 6 мая 1915 года является одной из славных страниц армянской национальной освободительной борьбы. Дав возможность более 150 тысячам армян спастись от неуминуемого уничтожения, послужив примером для армян других местностей. Видеосюжет можно посмотреть на нашем YouTube-канале Western Armenia TV. Новая дорога Тех Корнедзор, ведущая из Армении в Арцах, будет готова в конце мая. Как передает Армия Пресс, об этом сообщили министр территориального управления и инфраструктуры Республики Армении Гнен Санусян в национальном собрании в рамках обсуждения доклада о ходе и результатах реализации программы Республики Армении на 2021-2026 год в 2022 году. Относительно Корнедзорской дороги была определенная договоренность о переводе движения на новую дорогу с 1 апреля. Мы следовали этому графику, чтобы сделать дорогу проходимой с 1 апреля, что мы и сделали с нашими строителями. Но она еще не полностью готова. Дорога полностью будет готова в конце мая. Запланировано продолжить трехслойный асфальт. Еще предстоит закладка подпорных стенок, дренажных систем и другие работы, которые, как полагает министр, будут завершены к концу мая, и дорога окончательно будет готова. Хотя она и сейчас проходима. Таким образом, дорога будет проходима в объезд Бердзора, предотвратив вход в долину Агавно, что неприемлемо для власти Западной Армении. Министерство обороны Армении предложил изменения и дополнения в законы об обороне и обоенной службе и статусе военнослужащего, в результате которых женщинам-гражданкам республики будет предоставлено право на обязательную военную службу. Министр обороны Сурем Папекян, представивший проект в ходе заседания правительства, сообщил, что для женщин будет установлен срок обязательной военной службы на 6 месяцев. После демобилизации женщины-вынослужащие пополнит резерв Республики Армении при желании продолжить службу уже в условиях боевой службы. После обсуждения правительство утвердило проект. Он будет представлен на обсуждение парламента в ближайшее время. Министр обороны заявил, что исполнительная власть не склонна к принятию закона в срочном порядке. Новый порядок планируется ввести в эксплуатацию во время зимнего призыва 2023 года. Как сообщает Арминпресс, директор музея Института геноцида армян Арутюн Маратян отмечает, что все недавно опубликованные музеями и институтами переданы на суд читателю работы о геноциде армян воспоминания, свидетельства, исследования. Один полный выпуск англоязычного научного издания, издаваемый МИГА, посвящен арцахской проблеме геноцидальной политики Азербайджана в отношении армян. Издание придает важность именно по этой причине, так как арцахский вопрос становится доступным широкой общественности на доступном языке, сказал Маратян. Заместитель директора по научной работе музея Института Эдита Гзуян, коснувший своей книги «Дом спасения Алепо. 1464 свидетельства переживших геноцид армян», рассказала, что в книге представлены 1464 анкеты переживших геноцид армян, привезенные из архива Лиги наций Женевы на английском и армянских языках с уточненными допонимами, аннотациями и фотографиями переживших геноцид. Выжившие были освобождены благодаря усилиям комиссара Лиги наций, датской миссионерке Карен Йеппи, найдя убежище в Доме спасения Алеппо. И в завершении новостей послушаем песню в исполнении Сусанны Сафарян. Субтитры создавал DimaTorzok Такими были новости на сегодня. Всем мира и добра!